Ближайшие 4 года Кубок юноши и девушек под дзюдо будет принимать Тульская область. Такая договоренность достигнута с Международной Федерацией этого спорта. Первый опыт есть. В минувшие выходные в городе Оружейников прошел Кубок Европы. Из-за награды высшей пробы боролись больше 300 спортсменов. Об итогах материал Захара Испалимова. Юко, Вазари, Япон. Любой из трех этих слов может как поднять спортсмена на пьедестал почета, так и убить себя надежды на медали. Дзюдо эти термины обозначают оценки судей за выполненный элемент. Так, чтобы получить высшую оценку Япон, нужно бросить соперника на спину и удерживать его на лопатках в течение 25 секунд. Эти правила участники Кубка Европы знают на зубок. Им чуть за 18. Все опытные дзюдоисты. Акраман Парчиев в октябре стал вторым на первенстве России, а чуть позже в Италии взял бронзу на Кубке Европы. В Туле спортсмен остановился в шаге от пьедестала, проиграв в малом финале турецкому дзюдоисту. Это самое важное было слышать тренера и сделать то, что он сказал. Может, я не на 100% справился с задачей. В принципе, выполнял. Всего же за награды высшей пробы на турнире боролись выше 300 спортсменов из 16 стран, в том числе Армении, Белоруссии, Грузии, Чехии, Кипра, Италии, Австралии. По итогам напряженной двухдневной борьбы российская сборная завоевала 41 награду. 10 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых медалей. В итоге наша команда стала безоговорочным победителем в общем зачете. Для нас, для Тульской области, большая честь принимать столь масштабные соревнования на нашей земле. Мы гордимся славной историей спорта Тульской области. Сегодня в этом зале находятся 16 стран европейских, которые представляют свои сборные. И сегодня мы одна большая дружная семья. Это говорит о том, что спорт вне политики. Аналогичные Тульскому континентальные кубки в этом году также пройдут в Чехии, Германии, Румынии, Польше, Венгрии, Греции и Португалии. Турниры помогут тренерам в формировании юношеских сборных к участию в главных стартах года, летних первенствах Европы в Литве и мира в Чили, а также Европейском олимпийском фестивале в Венгрии. Стоит отметить, что наш регион будет принимать Кубок Европы под дзюдо среди юношей и девушек в ближайшие 4 года. Соответствующая договоренность уже достигнута с Международной федерацией дзюдо. Екатерина Старцева, Захар Спалимов, Роман Сюкин, Первый Тульский.